всем привет сегодня 16 июня мы приехали на дачу опять с утра сейчас уже приехали в 7 часов не в 6 потому что было закрыто а в 7 у нас не был один день и прям я вижу что огурчики подросли прям видно глазом а вот перцы перца нет перца стоят что еще здесь лучок чеснок клубника цветочки я прошла редиску надо выдергивать уже смотрите какая роса на помидорах не знаю видно вам нет помидоры уже все зеленые так уже на спела клубника вчера не собирали собирали позавчера утром отдали все ведро отдали деткам а в этот раз соберем покушаем сами так здесь что полоть надо уже баклажан и перец помидоры еще терпят этот уголок я прополола который говорила я так понимаю груш у нас в этом году не будет два раза цвела и толку никакого вот это вот что это развязались может быть я что-то не понимаю у у людей уже груш вот такие висят а у нас все в общем сколько я смотрю не ничего не вижу наверное все таки она не будет цвести клубнику эту я еще не собирала одну ягодку всего сорвала она все равно стоит в тенечке и ей не очень нравится так это скупчиха какая она вкусная попробовала очень вкусного здесь все у меня зарастает знаете с одной стороны делаешь другой стороны зарастает ну ёлки-палки вот видите какая трава уже это все надо убирать горох смотрю ветвится уже я ему сделала видите вот такие палочки сесть тоже зарастает здесь вот вот она бабочка но это уже не то было очень много бабочек непонятно откуда они взялись или это их уже нету еще ежевика не знаю когда это все вырастет вернее когда будут ягодки не знаю у нас соседи видимо ночевали он машина стоит а он мы вчера сидели с внуком да и ночевать знаете 37 градусов 35 34 мы хотели забор красить ну решили чтобы дождем через неделю будет нормальная погода и тогда будем красить а сейчас какая необходимость нам 37 градусов что-то красить здесь я не прохожу вот-вот-вот-вот-вот тихо вот еще одна ягодка какая же она ароматная какая она вкусная надо будет размножить ну вообще она должна быть такая знаете урожайная вот смотрите вот много соцветия на ней не знаю что будет дальше вот и здесь тоже для надо будет ту я обработала смотрю уже нормально сейчас эту приду обработаю на палатре малинка тыква надо пропушить прорыхлить ну кабачки как пошли это мята и физалис вот и сливы тоже что-то загибается хилки вот ты для тваря в этом году только посадили а рядом сливы вот пожалуйста нормально вот что и надо сейчас срочно пойду у меня наведенная сейчас пойду вот эти цветочки они самосевом я их посадила в прошлом году и они дали только вот не не знаю там такие цвета были красивые красные какие упали я не знаю это космея крыжовник уже большой ромашка зацветает за цвета это никак не зацветет то цветет он пожалуйста а вот садовая которая настоящая не цветет пионы отцветают вспомнил как называется эти цветочки и аквилегия так и по новой надо собирать жимолость уже опять поспела и надо ее собирать по новой партиями поспевает партии а это вот крупная посмотрите какая это я в прошлом году посадила точке цветочки люблю цветочки хотя я перешла уже на ягоду и такой человек азартный потому что если я хочу посадить и ягоду да я сажаю ее много видов если малину сажают а много видов мне надо много много вот видите куст как мне мешает или надо его обрезать или выдернуть скорее всего выдернуть так это яблоня я надеюсь не колонавидная но на колонавидное который мы посадили в этом году виноград это груша тоже новая знаете цветочки у меня цветут вот эти клематис президент они цветут в другую сторону в прошлом году они цвели вот сюда вперед а в этом году хотя вот здесь тоже немножко расцвело а то есть цветов весь цвет был там гортензия новые вот которые я заказывала тоже смотрю пошли этот один нет 11 там хорошо белый пошел здесь что здесь тоже вот появляются новая может быть пойдет ну и вот это я так до сих пор не знаю что с ним сделать как-то его надо постричь что какой-то неопрятная какая-то неопрятная получается грядка цветник а это хвоста так и загибается не растет еще и надо все остальное все вам показала вот сергей уже вынес лавочку надо ножки покрасить черным цветным он покрасил вот а черным надо будет покрасить я пойду сейчас поставлю чайник и пойду подъем эти побрызгут деревья вот это дерево я поливала позавчера так смотрим я смотрю как будто бы все хорошо до его видно что это листики уже поднимаются там плохо все все пойду побрызгаю и начну потом чай пить яблочки ну и это клумба которая напротив старца вернее домика здесь гвоздика турецкая гортензии также это вот зацвела спирены идти на кончиках а так она вся мне кажется она замерзла не сергей прибил колышки на малину на ремонтантную она высокая высокая будет а мне сейчас надо привязать веревочки вот я уже начала здесь вязать заодно поливаю и привязываю смотрите какую я сделала штучку из бутылки вырезала здесь дырку и туда положил две катушки с нитками и теперь вот так вытаскиваю и ничего не запутывается и 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 очень жарко так получается сейчас средненькую еще перевяжу она слабая мне в принципе надо только чтобы она сюда не падала в эту сторону поэтому все нормально и она уже кстати начала цвести все привязала нитки теперь она будет расти и будет опираться на эти нитки все мне больше ничего не надо постоянную шпалеру это надо выдумывать что-то каких трубов вкапывать а мы ее на зиму срезаем и кто не знает это у меня ремонтантная малина нижегородец отличная крупная малина вот кому интересно нижегородец самый ранний из ремонтантных все время 4 часа пекло невыносимое едем домой встретимся уже в следующий раз во вторник сегодня 18 июня вчера мы не были на огороде сегодня мне надо прополоть морковь я ее не полола потому что она была очень маленькая и не видно где трава где морковь вот ждала чтобы выросла морковь крупную я у травку рвала вот здесь вот мелкую но никак вместе с морковкой выдергивается и все теперь вот немножко подросла морковь и трава удобнее полоть все сейчас займусь жимолость надо собрать помидоры смотрите какие были помидоры какие сейчас лапушистый хороший о привязать надо помидорчик упал вырос перерос эту завязку уже даже надо пройти посмотреть уже много многие переросли кустики завязки и он даже лежит на полу у нас ветер было вот немножко положила так не было нормально было клубнику надо сегодня собрать клубника сенсация называется сорт вот вот еще зеленый очень много вот сенсация там у меня азия здесь азия собрали не очень много ну где-то литров 13 вот 5 литровых два пятилитровых ведра крупная до сих пор крупная уже два сбора было до сих пор крупненькая вот сенсация плоды круглые эти продолговатые сейчас покажу ли и сахарную вот этим вот этим сортом я не очень довольна не знаю может быть потом я изменю свое мнение какая-то лопушистая а ягоды все зеленые так я сейчас вам не скажу какой сорт но я прочту один куст у меня остался вот так вот смотрите я его рассаживала и остался в горшочке так сидит в этом горшке я его так и не трогаю где прочесть то вот здесь что в вины финала не очень не понравился этот сорт ну хотя вот смотрите выглядит финала а это уже азия это азия сейчас ли у сахарной вот финала тоже ну начинает начинает может быть я изменю говорю может быть я изменю свое мнение сейчас мы налью сахарной придем вот ли сахарная вот по мне она самая урожайная вы посмотрите сколько здесь ягод вот на одном кустике вот кто-то и ест вот как ее срываем она кисленькая если ее не не сорвешь вовремя тогда ее сожрут просто вот смотрите какой урожай это как это это вообще это все с одного куста это ли сахарная мне понравилась она очень очень сладкая и урожайная вот тоже кустик тоже кругленькая как сенсация вот смотрите какая кисть какая на земле лежит в этом году я соломы не закрывала что-то у нас не возили раз работа я ушла там брала на работе я просто вам показываю я ее не продаю сама купила вот просто показываю если кто-то ищет какой купить ягоду вот пожалуйста ли сахарная очень урожайная стоит присмотреться к ней ну хотя и вот сенсация и азии неплохие мы лея меня поразила хорошая вот жимолость это новый куст этого года вернее в прошлом году я его посадила в этом году уже смотрите дает небольшой урожай попробую заявлено было что он сладкий но он не сладкий и вот надо собирать вот эту мелюзгу и и надо все собирать хочешь ты не хочешь мы уже сварили варенье там две баночки получилось потому что ее куст большой она мелкая соберешь и там ее плашечка небольшая получается котовник смотрите рассвел котовник я видела в интернете котовник высокий такой у меня почему-то маленький может быть куст у меня еще молодой можно сказать первый год ему в прошлом году я его пересадила посадила посадила в позапрошлом в прошлом он начал цвести я его с места на место пересадила но красивый конечно шикарный куст один там у меня был под яблони один здесь тот пропал выдернула все таки вот этот цветок выдернула и там немножко подрядила его вот сажать этот цветок где место многое чтобы он рос прямо вот пожалуйста один а так чтобы где-то вместе нет он мешает огурчики он у него уже цвести хотят уже хотят цвести перчики небольшие все пойду пить чай покажу не жарко начну полоть морковь вот пожалуйста ни с того ни с сего пошел дождь жара парила парила там светло тут набежали не идет мелкий но дождь гремела 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 думали пройдет стороной не знаю разойдется дальше дождь не знаю закончится я как раз успела когда начало греметь я успела собрать клубнику вот опять где-то наверное литров 7 собрала это уже на варенье как гремит а не знаю сойдется сергей машину накрывал просто не убрал просто с машины от жары их ой так прохладненько хорошо стало слышите как тортик стучит тогда можно попить чай поставь чайник разогреть все прополола я всю грядку с морковью вот такие два ведра получилось травы сейчас я ее эту траву положу клубнику а здесь даже не надо прореживать эту эту морковь потому что она зашла у меня очень очень плохо очень редко и поэтому даже прореживать не надо она сама проредилась и здесь немножко свеклы но теперь может ей будет получше без травы и она пойдет у меня в рост ну такой морковки у меня не было еще ни разу чтобы она была там по решенными какими-то ну и подсаживать я ее уже не хочу вот сколько будет столько будет пойду высыплю я уже один одно ведро высыпала в клубнику сейчас еще одно ведро высыплю не знаю куда там эти места где где солнце много прям сположу уже усы вовсю дает это купчиха какая-то обычно купчиха такие листья большие а это у меня небольшие какие-то кустики не очень нам ездить хорошо как мне повезло полоть морковь солнце зашло за облака и одно огромное облако все и вот солнышко нет и я считаю мне очень повезло я спокойно спокойно пропалал прополола морковь вот сейчас пойду так клубнику собрала морковь прополола пойду собирать жимлость пока не упала все-таки делает решетку такую на веранду даже не решетку а речки набивает здесь мы убьем два зайца как бы для красоты и потом чтобы баннеры здесь опускать на зиму чтобы снег сюда не залетал сначала сделает эту сторону потом ту а то мы в прошлом году увидели такими щитами забивали все веревочки навязала вот такие веревки вот сюда чтобы виноград начал сюда виться а то он доходит и потом идет туда куда-то а нам надо чтобы он сюда шел вот еще одна веревочка осталась и там вот криво сейчас вот еще довяжу сегодня 21 июня приехали на дачу как мне нравится в июне в мае дача она такая зеленая вот смотрите так все зелено так все красиво а в июле уже не так давайте пройдем у нас вчера небольшой дождичек был ну и уже смотрю на грядках мокро сейчас тогда займусь прополкой нужно все прополоть вот зарастаю вот морковку надо полить остальное вон там мокрое клубнику надо сегодня собрать но спела уже помидоры помидоры все все отошли все зелененькие цветут уже сами помидорки есть черри надо подпорки нам поставить распушились что здесь еще у нас а я замочила помет курины вернее голубины вот здесь тоже видите все везде трава надо сегодня полоть раз поливать особо не надо значит будем полоть горох цветет вовсю о ежевика смотрите уже набирает спелость еще я так думаю чуть-чуть и уже будет черное вот мы надо сегодня тоже может быть попробовать полить не надо полить огурцы баклажан и перец это карака black тоже ягодки уже есть сосед он подъехал через огород музыка орет как бешеная что такое нет вроде отходит яблонька смотрите уже вроде в рост пошла все он сейчас еще полью сделали мы под душ нашу старую унесло наложила траву в тыкву по-другому никак вот траву кладу а здесь тоже видите все в траве мне кажется я за физалисом смотрю больше чем за помидорами огурцами я постоянно прихожу и смотрю господи выросли 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 мне не очень нравится когда музыка громко к мне нравится когда музыка так меру поет как говорится так когда орет как бешено мне не нравится малинка малину же тоже набухает надо вот в одном месте увидела бархатцы в другом месте надо в одно место и все пересадить кабачки кабачки набирают набирают цвет и никак не наберут так дальше идем все надо заниматься сегодня пятница потом суббота воскресенье надо заниматься вот пионами сегодня я не буду заниматься вот помидоры кустистые хорошие куда че еще надо высаживала помните дохлые все белые стали все цвет свели пионы отцвели уже давно хоризонты мы в саду крышевомик название не знаю жимолость но я ее жестоко отбирала что здесь ее уже почти нет что-то не смущает вот эта грядка здесь всегда так много клубники а это кущей что ни одной ягодки куда делась может она вся попряталась ладно потому что ветер был и вот на этом винограде у нас завязалась кисть вот она она наверное еще даже не цвела но я хочу оставить ее этому винограду вообще третий год но мы его пересаживали получается наверное опять же 1 год куда раз пересаживаешь в общем все равно хочу оставить 1 раз выросла здесь ничего нету никаких кистей ладно в общем я уже говорила да из всех виноградов из девяти ни один только не сошел надо тоже прополоть здесь в общем работы непочатый край поливать не надо поливать наверно завтра буду а вот полоть надо это для тех кто говорит что у меня трава не растет еще как растет ну что сережа забыл телефон поехал по новой домой я поставила чайник сейчас попьем чай и начнем работать кстати остильба начинает цвести на стиль бы и вот этот тоже это со светофора цветочек сергей смотрю начал красить чем мы красим так это не реклама текстуролом текстуролом хотели чем сереж пенотексом пенотекс не нашли у нас нет городе пенотекс хорошая пропитка была на нету хочет сразу на столе покрасить чтобы потом на стене не красить вот это у него пробные палочки пробная решеточка и вот придется здесь уже на стене красить не охота ему выкручивать да и я и говорю зачем выкручивать как-нибудь помучается покрасить здесь уже здесь по кругу тоже будет такая решеточка на цвет по-моему сосна начала прореживать или прорежать малину ремонтантную вот смотрите как наверное сначала как было да вот как было видите весь низ весь в темноте нет света просвета никакого а вот так я сделала видите вот тут оборвала нижние веточки листики вернее нижние оборвала и смотрите сколько солнышко там здесь вот тоже но еще не до конца вот вот так нам видеть прям вот просвет идет и вот прям сразу густота так что надо будет сейчас заняться пройтись полностью теперь я уже вижу какие ветки начинают какие то есть какая малина начинает цвести какая нет получается что вся малина хорошая то которая нужна почему-то веточки сами кустики отличаются друг от друга снизу какие вот с белыми стволами а какие зелеными вот смотрите вот зеленый ствол вот видите зеленый ствол и тут же рядом белый ствол вот поэтому тогда я замешательстве было но вот на этих белых стволах вот уже цветы появляются вот бутончики видите и на этих зеленых тоже вроде как так что пошла работать поливаю чеснок поливаю лук остальное поливать ничего не буду а и морковь полила морковь не показывать стыдно это не морковь это какое-то недоразумение такой моркови у меня еще никогда не было какие-то булинки лучок надо пропалывать тоже вот отсюда видно прям видите как вот здесь вот уже прополола а здесь все заросшее вот отсюда прям хорошо видно а кусты поднимутся вот видите я подвязала вот кусты под поднимутся выше вот этих вот последний шпалерки последний подвязки они будут высокие вообще со всей малины надо пройти так сделать не только с ремонтантной серёжа уже покрасил здесь видите одну половину 1 не прокрашенная не покрашена другой покрасил мало отличается но виды все смотрите какая прелесть все все просматривается все отлично вот сколько листьев куча целая траву все просто продергала там красота вот она уже вот это ремонтантная маленький кустик такой а уже вот пожалуйста уже скоро будет малина там даже вот она внизу это малина листики даже сами отмирали смотрите что я сейчас обнаружила я обнаружила первую ягодку малина это глин файн вот 21 сегодня говорила на его 21 я нашла первую ягодку вся ягода еще вот пожалуйста зеленая а это пойду отнесу сергей но она нам уже даже еще не совсем спелы пойду отнесу сергей надо чтобы мальчик первый съел или мужчина несу несу серёж смотри первая малинка ну-ка пробовать и первый мужчина пробует она наверно не совсем еще сладкой нет нет наверно сюда не доспела да ну все равно собраться ой смотрите клематис президент смотрите какой он в этот второй год у него какой он почему-то в этом году я говорила да он в эту сторону меня растет цветами как цветет красиво я еще посадила белый и розовый один такой не вышел из зимы вот сергей уже набил полностью почти беседку мы вот это место не хотели забивать а теперь я думаю нам тоже забить как-то вот как будто просится и как-то знаете в беседке стало уютно мы были все девчонки мы были против чтобы оббивать беседку а сейчас вроде как такой завершенный вид получился ну как-то мне теперь хочется чтобы здесь тоже было оно как будто пустое окно осталось только здесь покрасить там уже покрашено вот вот эти стороны а это осталось покрасить ничего я конечно хотела темным или белым но серёжа говорит надо таким это будет темно очень а белый пачкаться будет но в общем решили таким все мы собираемся сейчас домой время два часа очень жарко опять ну не так как всегда но жарко набрали клубники все поехали